Вы слышите меня? Моргните, если слышите. Сергей Петрович! Сергей Петрович! Юлия Подозерова даже на репетиции предельно правдоподобно играет девушку, попавшую в реанимацию. Больничные кадры снимают в настоящих палатах ЦГБ Азова. Для этого пришлось вписать киношников в распорядок, чтобы они не мешали реальным врачам. А пациентам в неожиданная радость – лежи и смотри, как снимается кино. Чтобы пациенты могли издали посмотреть, может быть, как-то отвлечься от своей болезни, может быть, задуматься о вечном, об искусстве, о каких-то приятных моментах. Это тоже является одним из факторов лечебного процесса. Фильм про любовь, про семью, про то, как из провинциалки девушка выходит замуж за москвича, но затем у них получается трагедия, что в аварии муж погибает, и она приезжает обратно в маленький городок. Азовчанка Александра Верещак – дублер главной героини. Вообще-то пришла попробовать себя в массовке, но в ней увидели сходство с актрисой Юлией Подозеровой. Буду идти в воду через камыши и стоять в воде, что-то наблюдать ночью, скорее всего, где-то, может быть, пол первого ночи. Дублеры в кино есть и у костюмов. От множества дублей больше всего страдает форма – врачей и полицейских. Потому что с персонажами что-то происходит, они попадают под тощу, поливальные машины приезжают на площадку. По первым кадрам картины опытный художник по костюмам определит психологический портрет героя. Наша главная героиня – персонаж положительный. Это подчеркнут светлые воздушные платья. В цвете и деталях прорисуют и непростую историю главного героя, который был на войне. Главный герой у нас проживает здесь, потому что здесь все мужские костюмы. Он у нас парень, живущий в деревне, полуслепой, бывший афганец. У него набор такой простой одежды и по фактурам, и по цветам, но тоже без явной такой тяжелой агрессии. Усиливает впечатление и дорисовывает характер штрихами своей кисти визажист. Конечно, макияж передает настроение и характер наших героев. Мы сделали легкий макияж, легкий, но изысканный. Собственно, придали ей московского шика. И я надеюсь, что наши зрители это оценят. Азовщане, да и наверняка ростовщане, смотреть и оценивать будут точно. И улицы знакомые все-таки. И почти всю массовку набирали из местных. Дату премьеры пока держат в тайне, как и название. Кстати, Азов играл практически себя. Роль провинциального городка. А вот Ростову привычнее быть столицей. И здесь он в эпизодах уверенно сыграл Москву. Олеся Слынько, Юрий Санкин, 1-й Ростовский.